как избавиться от плесени в машине интересно смотрим дальше не забудьте подписаться убедитесь что вы подписаны именно на мой канал проверьте вашу подписку еще раз всем привет меня зовут виталий и сегодня я вам расскажу как избавиться от плесени в машине ведь как только вы обнаружите плесень на поверхности в салоне вашего автомобиля а именно сиденье ковровое покрытие вам вам чрезвычайно быстро нужно принять решительные меры чтобы удалить ее как можно быстрее так чего вам нужно начать я думаю вы и так знаете что плесень может вызвать множество проблем со здоровьем поэтому перед началом работы наденьте все средства защиты также во время удаления плесени используйте перчатки качественные респиратор респираторную маску и защиту защиту для вас вам нужно убрать все лишние вещи салона и получить доступ к пораженному месту лучше всего если вы имеете точное понятие где сам очах распространения плесени и если в плесень находится на сидении и либо под ним это сидение лучше вытянуть из машины чтобы после чистки можно его было хорошо просушить если плесень находится под сидением то сидение все равно мы снимаем чтобы получить лучший доступ к пораженному месту и первым что вам нужно сделать это при пылесосить коврик или сидение или любой другой участок с которого вы начнете саму процедуру удаления вы меня можете спросить для чего пылесосить и для многих ответ очевиден чтобы убрать грязь и мусор который могут помешать процессу чистки для этого также могут подойти любой автомобильный очиститель чтобы оттереть грязь с тканевых поверхностей чтобы эту грязь впоследствии не размазывать и после того как вы это отмыли не думайте что плесень ушла и следующим действием вам нужно тщательно сбрызнуть пораженный участок столовым уксусом с помощью пульверизатора смочите всю область потрите щеткой это даст вам возможность максимально проникновение в каждый укромный уголок и трещину чтобы убить убить плесень с первого раза ведь даже присутствие небольшого пятна может вернуть проблему со временем но на очень сложных участках необходимо использовать белизну но при этом нужно не забывать что она может убить цвет на поверхности которая поразила плесень но если вы не допустили столь серьезных проблем то уксуса вам хватит вполне его нужно оставить на 15-20 минут чтобы основательно убить плесень после этого дайте этому месту обработки полностью высохнуть и если вы можете припарковать свой автомобиль в сухом месте чтобы держать двери и окна открытыми в продолжительное время что обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и высыхание обработанных участков да и я думаю вы знаете что этот метод очень недорогой но при этом очень действенный так как уксус не вредит вашему здоровью но также существует и альтернативные методы удаления плесени также есть еще несколько способов удаления плесени в вашем автомобиле существует несколько различных химикатов которые вы можете использовать чтобы удалить плесень таким образом если ваш организм не переносится запах уксуса или вы не хотите испортить цветную поверхность отбеливателя и в этом видео я вам посоветую еще несколько других вариантов но имейте в виду что и любой из этих вариантов потенциально может также испачивать вашу машину ведь в каждой машине отделочные материалы могут по-разному реагировать на разные средства поэтому перед нанесением небольшого количества попробуйте нанести небольшое количество на невидимую какую-то часть и для себя я выделил средство которое мне очень нравится это масло чайного дерева размешанные с водой также еще вариант есть это трехпроцентная смесь перекиса водорода также чуть дороже вариант это выжатый сок лимона хотя иногда доходит до изготовления гремучая смеси виде пищевой соды смешанной с уксусом и водой вы конечно можете спросить почему я перечисляю разные варианты и отвечу вам просто по одной причине что не всякая плесень реагирует на так на какой-то конкретный из этих средств если из этой какой-то из этих средств вам помогло то у вас есть всегда альтернатива попробовать другим средством для вашей же плесени которая не отреагировала к примеру на первое либо второе средство вы думаете почему я поднял этот эту интересную тему я так же вы думаю вы знаете что в данный момент большими колоннами везут к нам из европы большое количество утопленников где страховая компания не платит за удаление плесени а перекладывает всю вину на владельцев автомобиля даже если вода попала пони по не его причине но многие европейцы понимают что легче маши такую машину продать ведь ее ведь лечите потом религию или другие заболевания плесени в европе очень дура и даже в таких вариантах некоторые европейцы имея новую машину все-таки прибегают к услугам профессионального удаления плесени с вашего автомобиля и если вы тоже стандалите задавались этим вопросом то вы знаете что минимальная стоимость удаления плесени с вашего автомобиля начинается от тысячи тысячи двести долларов хотя для многих это кажется очень большая стоимость но хочу вам сказать что это всего лишь среднее значение в моей жизни были клиенты которые отдавали за профессиональную чистку от плесени порядка двух тысяч долларов и более ведь профессионалы в таких случаях разбирают практически всю машину и очень скрупулезно за ваши деньги относятся к вашей проблеме а самое главное преимущество профессионального обслуживания в том что у них все получается с первого раза потому что если вы дожите пропустите небольшое пятно когда будете делать это самостоятельно плесень вернется и вы вернетесь туда же от чего начинали так что я думаю что мои советы нам были очень полезны и вы можете слегка поставить лайк и подписаться на мой канал а я в свою очередь благодарю вас за то что вы досмотрели видео до конца и до новых встреч не забудьте подписаться убедитесь что вы подписаны именно на мой канал проверьте вашу подписку еще раз